и мы даже сначала не связали это с водой, но потом, когда нам привезли еще там партию воды, мы стали ее пить, мы неделю пили, мы поняли, что такой аппарат необходимо иметь дома. Мы приобрели эту машину, про бизнес мы ничего не знали в тот момент, но где-то через полгода мы все-таки решили, что ромин бизнес нужно закрывать, потому что сидеть в такой хлорированной воде не очень полезно для здоровья, и решили заниматься этой водой. То есть с тех пор я все свободное время свое, больше я ничем не занимаюсь, занимаюсь только этим бизнесом. Рома, конечно, в общем-то он следует своему таланту, он все равно занимается акклотерапией, но очень мне здорово помогает тоже моим бизнесом. Вот такая история. И как только мы начали заниматься бизнесом, первое, что мы сделали, мы стали раздавать воду. Всем вокруг, кто нас знал, кого мы знали. И мы увидели, что у людей совершенно потрясающие результаты. Люди, кто пили воду, кто серьезно пили воду, где-то хотя бы 10 стаканов в день, получали совершенно потрясающие результаты. То есть нормализовывалось давление у людей, нормализовывался сахар, падал холестерон, люди теряли вес, вылечивались и излечивались от псориаза, различных кожных заболеваний. То есть какие-то пищеварительные проблемы, там вы сжоги проходили, запоры. И мы все это видели на глазах, и мы понимали, насколько ценно в наших условиях эта аппаратура. Потому что, например, у нас есть люди, которые мучились, например, запорами 30 лет. И врачи не могли им помочь. И вдруг человек начинает пить воду. Ну, не хочу сказать обычную воду. И вдруг у человека, в общем-то, совершенно по-другому работает кишечник. То есть совершенно выздоравливает. И когда мы поняли, что это совершенно бесценное оборудование, мы совершенно по-другому стоили к этому относиться. И серьезно занялись бизнесом. Сейчас я вам расскажу историю, как это все началось. На самом деле технология не новая. Началось это все приблизительно 50 лет назад. Когда русские ученые делали исследования. Они делали исследования святых источников по всему миру. В мире есть приблизительно 7 мест, где из-под земли бьет вот такая вот велика вода. Такая вот уникальная святая вода. Как правило, там стоит церковь или там храм какой-то в зависимости от страны. И люди приходят к этим источникам, набирают эту водичку и каким-то образом влечиваются. То есть намного себя лучше чувствуют. Но забрать эту воду они не могут, потому что через какое-то время вода теряет свойства. Так вот, кому-то в голову пришла идея исследовать эту воду. Что же в ней такое есть, что она оказывает такое целебное действие на человеческий организм. И не обнаружили, что она щелочная. И третье свойство, то что вода является структурой. Сами по себе отдельно эти характеристики уже ценные. Но то, что вот эти три характеристики в одном, это делает эту воду абсолютно уникальными. Вот, пожалуйста, парочку картинок. Вот это вот Лурц, Франция. Здравствуйте, девочки, подойдите. Это одно из самых известных мест. Лурц, Франция. Вот, пожалуйста, там народу очень много. Иногда люди стоят сутки в очереди, чтобы набрать эту воду. Иногда двое суток. Там есть такой грот. Люди туда подходят. В общем, ну, интересно, сам процесс интересный. Я бы с удовольствием съездила в это место и посмотрела. Вот эта площадь, видите, люди в инвалидных колясках. Там очень много, видите, там представителей религий, там различных. То есть вот такой интерес к этой воде. Вот. И вот, пожалуйста, это тоже фотография с левой стороны Лурц, Франция. А с правой стороны это вот как раз альтернатива тому, что существует в природе. После того, как русские ученые поняли свойства этой воды, они сделали аппарат. Который в точности повторяет производство этой воды, но уже дома. И, но к тому времени, к сожалению, в то время советское правительство не дало развитию этой технологии. И эту технологию с большим успехом перекупила компания Sony. Японская компания, в принципе, наверное, все ее знаете. Она сделала огромные аппараты, которые поставила в японские госпиталя. И 20 лет эти машины работали в японских госпиталях с одной только целью. Лечить людей и поддерживать учительство. Не случайно это. Дело не только в воде. У них вообще другой подход к медицинской промышленности. То есть другой подход к лечению. Если в Америке в основном доктора сосредоточены на том, чтобы снимать симптомы заболевания, то в Японии действительно людей лечат. И еще какая разница между, например, Японией и Америкой, то что в Японии очень большое внимание уделяется предотвращению заболеваний. Так вот эта вода стоит в каждой пятой семье в Японии. И если не лечит, то предотвращает очень много заболеваний. Поэтому японцы живут дольше всех на земле. Вот. Так что же мы пьем? Сейчас я просто расскажу, что мы пьем вообще. Если вот поспрашиваем у людей, что люди пьют, то скорее всего ответы будут такие. У нас дома стоит фильтр. Мы покупаем бутылочную воду. Мы заказываем воду в кулерах. То есть вот такие варианты. Это все на самом деле очень хорошо, потому что это лучше, чем вы пьете просто воду из-под крана и на ней готовите, и ей моритесь. Потому что вода из-под крана – это самое страшное, что вообще можно пить. Я потом дальше расскажу про докторов, которые рекомендуют эту воду. Но хочу сразу сказать. У нас есть книга, которую написал Роберт Райт, директор Американского института по борьбе с раковыми заболеваниями. И первое, что он говорит, от чего нужно отказаться, если, не дай бог, у вас возникло такое страшное заболевание, нужно отказаться от сахара, мяса и от воды из-под крана. То есть вот человек, очень серьезный человек пишет такие вещи. Мало того, что вода стоит, вот такая вот водичка в бутылочках, стоит намного дороже, чем бензин. На самом деле мы все жалуемся, да, цены на бензин растут, и растут, и растут, и уже подъезжаешь к бензоколонке, и уже там не 30-25 долларов в бак, а уже там 50-60. Но люди не задумываются о том, что за воду-то переплачивают намного-намного больше. И у нас альтернативы бензину нету, у нас нет такой машинки, которую мы могли бы поставить в кухню, подключить ее там куда-нибудь, к чему-нибудь, и делать свой бензин. Нет у нас такой возможности, у нас нету выхода, мы должны, если мы хотим ездить, мы должны покупать бензин. С водой, слава богу, у нас есть выбор. То есть платить за эту воду, мы потом покажем качество ее, я считаю, что нет никакого смысла. Я сейчас вам расскажу несколько докторов, я покажу несколько докторов, которые рекомендуют эту воду. Поскольку вода, эта технология существует давно, 40 лет она существует на рынке, естественно, огромный интерес к этому не только у японских и азиатских докторов, но уже, в общем-то, по всему миру. И с тех пор лучшие доктора мира рекомендуют эту воду. Вот этот доктор, доктор Хироми Шинди, мало его кто знает в лицо, но почти все знают его изобретение. Этот человек придумал колоноскопию. Если вы еще не знакомы с его изобретением, то обязательно познакомьтесь. Этот человек не выписал ни одного свидетельства о смерти за 46 лет практики. Потому что он великолепный хирург. Он входит в лучшую десятку хирургов мира. Лечит на данный момент только знаменитостей, правительством, в общем, королевские семьи. И он эту воду просто прописывает. Когда к нему приходит человек делать операции, он рекомендует диету и обязательно прописывает эту канген воду. У него есть несколько таких бестселлеров, очень хорошие книги. Вот, enzyme factor и micro factor. И там он пишет, просто там конкретно на книге написано, что канген вода поможет предотвратить ожирение. И очень много в книге есть ссылок именно на канген воду. Хочу заметить, что слово канген это патентованное слово. Это, если вы слышите там щелочная вода, там ионизированная вода, это может быть в принципе, ну какая-то вода заряженная там или сделанная. Но если вы слышите слово канген, это вода, которая выходит только из вот этого аппарата. Еще один очень интересный доктор, доктор Карин Аллен. Она директор Калифорнийского института мозга. Эта женщина более 35 лет занимается мозговыми травмами. Врожденными, приобретенными, аутизмом, элзаймером. Очень много у нее всякими дисфункциями мозговыми. И она считает, что причина, почему мозг работает плохо у людей, две. Это обезвоживание и закисление. Когда эта женщина поставила наши аппараты в свой институт, результаты увеличились на 35%. Это огромная цифра. Это огромная цифра. У нас есть DVD, вот с левой стороны вы видите, это ее брейн, и вот, ваши мозги как бы на воде. В этом DVD она показывает какие-то результаты до и после. Честно хочу сказать, первый раз, когда я смотрела, у меня были слезы на глазах. Насколько трогательно, когда дети, например, больные с аутизмом, когда они начинают улыбаться. То есть, когда у них совершенно по-другому реагируют вообще на окружающий мир. Вот это как раз книга, о которой я вам говорила. Это Роберт Райт написал эту книгу «Killing Cancer Not People», директор Американского института по борьбе с раковыми заболеваниями. В этой книге он собрал огромное количество всякого опыта, рекомендаций по предотвращению и лечению раковых заболеваний. Если у вас есть близкие, родные, у кого есть это заболевание, я знаю, что это сейчас очень серьезное. В принципе, номер один причина смерти в Соединенных Штатах – это рак, потом идет сердечно-сосудистый, потом идет диабет. Если у вас, не дай бог, есть близкие с таким заболеванием, пожалуйста, купите эту книгу. Она стоит 25 долларов. Но она спасет им жизнь. Потому что там, во-первых, там есть огромная глава про воду. Там он описывает всю презентацию, которую мы сейчас будем вам показывать, и рекомендует «Кангенводу». Но кроме этого, там есть рекомендации по питанию, по всему чему угодно. И везде он пишет ссылки. Телефоны, веб-сайты, адреса. То есть все, что он пишет, можно очень легко найти. Очень важный источник. Кто же следует советам этих докторов? То есть очень много селебрити, которые купили только нашу технологию. Потому что не потому, что они могут себе это позволить материально. Каждый человек, известный человек с возможностями, первое, что он делает, он делает исследование. Люди не позволят себе купить просто дорогую вещь, выбросить деньги. Люди такого уровня платят. Они знают, за что платят. Вот этот человек, Пэт Бонн, он очень известный, ну в Америке очка, мы его не знаем, конечно, но в Америке его очень хорошо знают. Его внук 9 лет назад разбился, был с третьего этажа. Полтора года лежал в комнате. И где-то года 3 назад они купили эту машину. И парень, а что это сделала вода для этого больного человека? То есть он уже понимает вообще. То есть возвращается, функция мозга возвращается достаточно быстро. Врачи давали очень такие средненькие прогнозы. Да, он будет такой полуведжет. Но он сейчас в совершенно другом состоянии. Если кому интересно, есть веб-сайт на интернете, который как раз посовещен этому Райану, этому мальчику. Мальчик уже ему 30 лет. И там его прогресс, прогресс его выздоровления показан за последние несколько лет. Дональд Трамп. Билл Гейтс только что купил 16 машин для своего дома. У него дом 25 комнат. Он почти вот каждому кранику купил такую машинку. Интересный момент. Откуда мы все это знаем? У нас в компании есть человек, у которого компания Celebrity Health. То есть который занимается здоровьем вот таких знаменитостей. И когда он нам рассказывал, кто покупает эти машины, он говорил, что Билл Гейтсу заняло месяц купить эти машины. То есть он узнал об этой технологии. И он нанял людей, которые делали исследования. Потому что он говорил, что я для своей семьи хочу купить только самое лучшее. И он через месяц исследований купил, естественно, оборудование нашей компании, 16 штук. Только в свой дом. Там он еще намного больше купил машинку. Карлос Сантана. Он без этой воды не ездит вообще никуда. Что хорошо о знаменитостях, как этот парень нам рассказал. Он говорит, знаете, я очень люблю знаменитостям продавать наши технологии, потому что они все время ее теряют. Карлос Сантан уже потерял три машины. И периодически нужно покупать новую. Вот у него такой чимонанчик есть. Он возит на все гастроли. Он написал Канген Роттер. Биансе, Дженнифер Лоттер, Стивен Тайлор, Элтон Джон. Стивен Тайлор, просто его в компании часто очень можно видеть. Он просто фанат Канген Роттер. Он везде пишет, во всех интервью. У него постоянно, когда интервью, он постоянно в машинке с собой подмышки таскает. Одна из его знаменитых фраз, он говорит, что «Канген вода, я Канген воду пью из винного бокала, так она вкуснее». Джек Николсон, Марта Стюарт, Леонардо Ди Каприо, Тайгер Водс, Семи Хаггер, Рон Перлман, Дэми Мур. Дэми Мур, между прочим, если вы следите за сплетнями светскими, после развода с Аштоном у нее было очень тяжелое состояние. Она лежала там в больницах, в реабилитационных клиниках. И практически она на ноги встала благодаря воде. То есть ее отпаивали этой водой, потому что вода балансирует организм. Она была истощена, в общем-то, и морально, и физически. Так что спасибо нашей Канген воде, Дэми Мур опять с нами. Вот эту девушку вы знаете, есть такая программа Big Losers, похудание на телевидении. Она большой фанат нашей воды. Тут спортсмены какие-то известные, неизвестные. Лос-Анджелес Лейкерс пьют нашу воду, Нью-Йорк Слянкис пьют нашу воду. Вот это вот парень. Дэн Хиллс, он был самым молодым бодибилдером в Европе. То есть всякие, ну очень-очень много знаменитостей. Это только маленький-маленький список, я просто не хочу занимать очень много времени. Еще расскажу вам одну историю. Помните историю, когда чилистские шахтеры были под землей там 69 дней? Так вот, одна из причин, почему они там, в общем-то, вылезли в нормальном состоянии, в хорошем состоянии здоровья, потому что мы из Чили, Розе, вот эту девушку, ее зовут Розе, мы очень хорошо ее знаем. У нее такая машинка есть, она обратилась к президенту, она там тоже в местной селе обрети. И она сказала, что, ребята, вам нужно пить только эту воду. Только эту воду нужно отправлять, потому что только эта вода поможет им там продержаться. Вот, так оно и случилось. И после того, как всех этих шахтеров достали, компания подарила каждому шахтеру по нашей машинке. Ну, я вам сейчас быстренько напомню какие-то вещи про воду. Мы состоим на 75% из воды. Не из еды, не из лекарств. 75% вода. Если человек, грубо говоря, весит 100 килограмм, то 75 килограмм он таскает в воду. Если эта вода не меняется, то она там может стоять годами, там она, в общем-то, с бактериями, киснет, тухнет. То есть это очень-очень важно. Качество этих 75%. Маленький привет, Матал. У кого есть рыбки в аквариуме? Если вы кормите рыбок, да, там они, естественно, какают, пить воду, да? Через какое-то время, если вдруг рыбки заболевают, что мы делаем с рыбками? Мы не бросаем же туда, там, то и линол, там, да? Мы просто меняем воду. Это очень важно, потому что люди свою воду не меняют. Это очень-очень важно. Если вы этого не делаете, клетки начинают погибать. Естественно, это сильно отражается на нашем организме. Даже в костях 13% воды. В мозгу 80% воды. В мышцах где-то 75% воды. Представьте себе, у нас не будет воды. Все процессы в организме происходят в воде. И если у нас воды меньше, или она не того качества, что происходит с процессами с нашим? Они неправильно происходят, или замедляются, или вообще останавливаются? Еще раз к тому, что мы пьем. Практически бутылочная вода – это самый популярный вид воды, который потребляют, ну, в общем-то, везде. И результат этого на данный момент вот это вот скопление пластика, оно уже превратилось в экологическую катастрофу. На самом деле, для того, чтобы в мире на сегодняшний день не существует технологии, которые перерабатывают вот эти вот полимерные отходы, пластиковая бутылка придумана на века. Она очень прочная. Пользуемся мы ей 15 минут. И что происходит с этими бутылками? Мы их выбрасываем, они потом где-то там на свалку попадают, потом они там как-то вымываются, смываются. В основном все это скапливается в Мировом океане. Вот эти картинки совершенно ужасны. Вот это вот так, как выглядит такой пластиковый суп. Вот предыдущая картинка показывает. На данный момент в Мировом океане существует пять огромных пластиковых островов. Самый большой из них между Гавайями и Японией в два раза больше, чем штат Техас. Техас это огромный штат, как Франция. Представьте себе, вот две Франции плавают в Мировом океане. Там уже это все спрессовано, там на много уже метров глубину уходит. И это небезопасная штука. Это не просто мусор. Это мусор, который выделяет яд. Пластиковая бутылка, если она немножко постоит на солнце, то она начинает выделять яд, воду. То есть это небезопасная штука. Если рыбка скушает такой кусочек пластика, то мясо рыбы будет отравленное. На самом деле проверить это практически невозможно. То есть то, что у нас заражены рыбы, сейчас начали писать, кстати, во многих магазинах, что в рыбах может содержаться какое-то количество яда, поэтому беременным женщинам не рекомендуется. Но на самом деле не только беременным женщинам, но нормальным людям тоже не очень приятно получать яд в свой организм. Вот эта вот черепашка, видите, она в юном возрасте, видимо, попала в такое маленькое колечко из-под молока, наверное, да? И вот она, видите, осталась жива. Она вот так деформировалась. И представляете, как вы можете... То есть это, в общем-то, на самом деле она осталась жива. Но сколько таких вот черепашек, сколько таких животных, которые просто погибли вот в результате вот этого пластика. Вот, пожалуйста, у меня таких очень много картинок, и они будут уже много на это потратить время. Есть такой веб-сайт, вот запишите себе, 5giers.org. Вот на этом веб-сайте подробно, подробно рассказано про эту катастрофу пластиковую, и что вообще там можно сделать, что вообще... На самом деле не так много сделано уже для того, чтобы это все прекратить. Я почему это все говорю? Каждый человек, который приобретает нашу продукцию, еще и спасает землю. Компания существует уже 38 лет в бизнесе. Она является эксклюзивным производителем оборудования. Это значит, что никаких контракторов у компании нет. Все делается внутри компании. Все детали, вся сборка, каждая машина собирается вручную, никакого конвейера нет. Почему такое внимание качество? На самом деле до сих пор эта машина производится и распространяется в Японии как медицинское оборудование. И не только в Японии. Вот эти все награды, которые вы видите, половина из них, даже больше половины, это международные награды. Вот эти вот три сертификата, ISO Certification, это международная организация по стандартам, это норвежская организация. Только подать заявление на то, что вы дали эти сертификаты, стоит миллион долларов. Каждые два года эти сертификаты нужно обновлять и представлять этой организации улучшения, которые сделаны или по продукции, или по управлению, или по производству. Вот этот сертификат, это сертификат Международного института экологии. Вот он, пожалуйста, этот сертификат, подтверждающий, что корпорация ИНАДЖИК награждена была вот этим гранд-призом за выдающиеся достижения неоценимый вклад в области научной экологии и сохранения окружающей среды. То есть наша компания стала ГРИН еще до того, как вообще люди узнали это понятие. То есть 38 лет наша компания ГРИН Вот так выглядят наши машины. Вот эти машины, они очень похожи, но на самом деле они разные по цене и по мощности. Это вот новая машина с таким платиновым дизайном. Это машина, которую можно поставить под рак, потому что ее не было видно. Это промышленная установка. И это душевая. Я не буду подробно сейчас останавливаться на детали, а потом, кому будет интересно, мы расскажем, почему разница в цене и за счет чего такая разная цена. Ну, скучная часть презентации закончилась. Сейчас мы будем вам показывать то, что я сейчас рассказала. Мы сейчас вам будем показывать. Значит, еще раз хочу повторить, что это оборудование признано как медицинское оборудование Японским Министерством Здравоохранения и Благосостояния. В нашей машине находятся 7 титановых пластин, покрытые медицинской платиной. За счет этого проходит процесс электролизма. Система самоочищающая. Это лучшая самоочищающая система на рынке. Продолжительность жизни машины 15-20 лет. То есть эта машина будет служить вам очень долго. После 15-20 лет вы можете эту машину отправить в компанию. Они ее вам перестроят уже по тому последнему слову технику. Уже там за какие-то дополнительные деньги. И еще на 15 лет вам может хватить этого оборудования. Машина производит 7 различных типов воды. Мы на этом еще подробненько остановимся. Но чтобы вы знали, это не только питьевая вода. 7 различных видов воды. Процесс электролизма происходит очень просто. Сначала воду нужно очень хорошо очистить. В машине есть 2 системы фильтров. Внутренние фильтры и наружные префильтры. Внутренние фильтры для каждой машины одинаковы. Наружные фильтры подбираются в зависимости от вашего района. Вы можете подобрать себе префильтры. Компания выпускает 6 различных префильтров. И вы подбираете себе комбинацию из двух. К сожалению, вода в больших городах, в Лос-Анджелесе в частности, не улучшается. Поэтому префильтры лучше поставить. После того, как идеальная чистая вода, очищенная, она попадает на эти титановые пластины, покрытые медицинской платинами. И под действием электричества, вот так вот она путешествует. И вода разделяется на кислотную и щелочную. Щелочная вода, которая является еще и отрицательно заряженной, называется кангенвода. Это та основная вода, о которой мы будем разговаривать. Кислотная вода, положительно заряженная, тоже очень ценная. Мы тоже вам расскажем, как ей пользоваться. Еще раз напомню вам три основные характеристики. Это очень сильные антиоксиданты, у нее противоокислительные свойства. Вода щелочная и вода структурирована. Давайте сейчас рассмотрим как раз вот все эти свойства. Первое, что мы будем рассматривать, это окислительно-восстановительный процесс. Сразу вас предупреждаю. Я не ученый, я не доктор. Я вам буду рассказывать на очень таком женско-кухонном уровне. Если мы разрезаем яблоко или авокадо или банан, что происходит? Происходит окисление, оно темнеет. Даже мы можем назвать оно ржавеет. Но если мы на это яблочко капнем лимона, то оно не будет темнеть. Правильно? Оно не будет окисляться. Почему? Потому что лимон является очень сильным антиоксидантом. Что это такое антиоксидант? Наверняка вы слышали это слово. И наверняка вы слышали его в связи с тем, что нужно много антиоксидантов потреблять. Особенно когда у нас идет сезон гриппа. Что же это такое? Когда молекула окисляется, она теряет электрон. И становится очень нестабильней. Мы эту молекулу называем свободный радикал. У этого свободного радикала, во-первых, он положительно заряжен. А во-вторых, у него страшная разрушительная сила. Он начинает разрушать все молекулы, клетки и так далее. Этот процесс мы называем окислением. У антиоксидантов вот этот вот свободный электрон есть потерянный. То есть когда мы начинаем потреблять антиоксиданты, они отдают поврежденные молекули вот этот потерянный электрон. И заряд восстанавливается. То есть начинает, происходит процесс восстановления. Сейчас мы вам покажем. Да, вот это вот степень, вот это вот свойство, или окислять, или восстанавливать, мы можем измерить с помощью прибора, который называется ORP-MITR. То есть окислительно-восстановительный потенциал, который измеряет, МИТР, который измеряет окислительно-восстановительный потенциал. Вот смотрите, здесь на табличке представлены различные напитки. И шкалу вы видите. От минус 400 до плюс 400. Наш организм где-то вокруг нуля. Где-то плюс 50, минус 50. В принципе, нам нужно быть отрицательным. Немножко где-то минус 30, это хороший заряд для взрослого человека. Когда человек начинает уже приобретать какие-то там болезни, или возрастные, или там, не дай бог, какие-то серьезные болезни, то заряд перемещается на эту сторону. Где-то вот раковые заболевания, когда у человека есть раковые заболевания, где-то плюс 35, плюс 30, плюс 40. Вот такой заряд приобретает. Представьте, мы как батарейки. Мы иногда получаем энергию, иногда теряем. Вы, наверное, тоже заметили. Например, вы покушаете, особенно тяжелой такой вот пищи, и сил нету. Вот нету, спать хочется. То есть есть еда, которая забирает энергию. А есть наоборот. Допустим, вы пили сок, или съели какое-то там свежее яблочко, какие-то там, особенно своего собственного огорода, поели, и сразу, знаете, такое очень приятное состояние. Много энергии. Вот. То же самое с напитками. Какие-то напитки нам дают нормальный заряд, какие-то, наоборот, отбирают. Вот сейчас, посмотрите, что мы сделали. Мы собрали напитки, самые популярные, которые в Лос-Анджелесе, наши смарт-вода. Это вода, по-моему, из Трейдер Джо, вода Досани, продукт компании Кока-Колы, Аквафина, водка столичная, пелье, сода. Это вода из-под грана, это кантур-вода. И сейчас Рома будет опускать приборчик в каждый из этих напитков, и мы будем смотреть, какой же заряд будет приобретать вот этот напиток. Сразу сравнивайте с таблиц. Если вы увидите, что что-то положительное, плюс 100, плюс 200, плюс 300, плюс 400, это для нашего организма плохо, потому что это будет нас сильно окислять. Помните, нам нужно быть отрицательным. Если вы увидите что-то с минусом, минус сразу там появится на приборчике. Минус 100, минус 200, минус 300 и больше, это значит для нашего организма очень хорошо. То есть наши клетки будут восстанавливать. Так, Рома, наверное, как-то... Ну, не всем будет видно, но давайте мы возьмем свидетелей, которые нам будут читать показания Миттера. Так, смарт-вода, сколько там? 360, плюс 360. Вот здесь эта вода где-то. Дальше вода Crystal Geyser. То же самое, где-то 360. Ага. Вода Dasan, продукт компании Coca-Cola. В Европе, между прочим, эта вода запрещена. Сколько? 343. Дальше. Аквафена. Аквафена это продукт компании Pepsi-Cola. А Pepsi-Cola в данный момент зарабатывает денег больше на воде, чем на Pepsi-Cola. На Pepsi-Cola. 370. Дальше. Водка столичная. Хорошая. Сколько? 250. 222. Падает, да? 250. 310. Кто больше? Меньше. Водка немножко получше, чем вода. Вот, значит, вода переем. 280. 290. Ползет наверх. 290, там под 300 будет. Сода. Pepsi-Cola, Coca-Cola, Sprite, Seven Up. Все газированные напитки. 360 и плюс. Дальше. Вода из-под крана. 495. 500. 500. И дальше мы измеряем нашу каркин воду. А вот была минеральная пелье. Плюс 360. Минус. 309. Минус. Минус 600. Минус 600. Это где-то уже вот там, да? Вот. Минус 600. Какая это? Это очень много. Это очень сильный антиоксидант. То есть минус 600. Ромочка, перейди, пожалуйста, опять в ханген воду. Для примера. Очень сильный антиоксидант. Апельсиновый сок минус 50. Зеленый чай, правильно заваренный, будет где-то минус 100. Рыбий жир аж минус 200. Наша вода минус 600. То есть в 12 раз сильнее, чем апельсиновый сок. А мы говорим о апельсиновом соке свеженьком, которого собрали апельсинчик и выживали. То есть, зная теперь вот эту характеристику, понимаете, что надо пить? Все, что вы будете пить вот это, все, ну, исключая водки, конечно, будет нас сильно окислять. Будет нас двигать вот в эту сторону. В сторону окисления, старения. Вот. Все, что в этой стороне, будет нас двигать в сторону здоровья. Очень интересный факт. Вы можете, кстати, на гугле, кто с интернетом дружит, можете найти это место. Называется река Хунза. Это район северных Гималаев. Там живет народ, небольшой такой, там 20 тысяч человек. Живут они до 120 лет, никогда не болеют, очень молодо выглядят. Женщины рожают детей до 70 лет. В общем, такая очень здоровенькая комьюнити. Когда ученые стали изучать этот народ, ну, конечно, это горный район, хороший воздух у них, там, в общем-то, еда своя, но все равно, на самом деле, таких мест на Земле достаточно много. Когда они измерили окислительно-восстановительный потенциал в реке, он оказался минус 400. Представьте себе, они пьют эту воду, купаются в этой воде, огород поливают этой водой, их животные тоже пьют эту воду и купаются. То есть у них постоянно идет восстановительный процесс. Вот, уникальное место. То есть вместо того, чтобы ехать жить на эту реку Хунзу, у нас вот есть вот такой вот замечательный аппаратик. Вот тоже очень интересный пример. Скажите, пожалуйста, кто не знает, вот из новых людей, сколько лет этим людям? Это президент компании Наджик Хиронари Роширо, а это советник по бизнесу американского отделения. Оба из них японцы. Так, скажите, пожалуйста, ребят, кто вообще, какие идеи, сколько им лет? Ну, приблизительно. 50 и 70. Так, 50 и 70. Еще какие-то идеи есть? Ну, есть разница, да? Разница есть в возрасте. На самом деле, они ровесники. И мистер Роширо даже на несколько месяцев старше этого человека. Разница, разница. Оба они японцы, учились, кстати, в одном институте. Вот. Разница между ними в том, что мистер Роширо 30 лет пьет Канген воду. Где-то там по 3 литра в день. То есть вот такое на него оказало влияние за 30 лет вода. Знаете, мы все время показываем вот этот пример. Но когда я увидела его жену, жене-то тоже 70 лет. Им 70 лет. Жене тоже 70 лет. Когда я увидела его жену, тут я обалдела. Потому что жена выглядит как девочка. Кто видел вот из дистрибьюторов жену, да? Обалдели. Когда она зашла, мы думали, может, дочка там или там какая-то ассистентка молоденькая. Это оказалась его жена, которой тоже 70 лет. Уникальная вода. Вот. Они ровесники. Следующая характеристика, которую мы покажем, это кислотно-щелочной баланс. Кислотно-щелочной баланс – очень важная характеристика для человеческого организма. Когда, не дай бог, мы попадаем в неотложку, в больницу, там вымёрзжен сирун, доктор измеряет сразу две характеристики. Температуру тела и кислотно-щелочной баланс крови. С температурой тела мы знакомы, да? 36,6 мы здоровые люди. 38,5-39 уже мы лежим в больнице, в постели. Уже человек болен. 42-43 – это уже состояние между жизнью и смертью. То есть человек существует в достаточно небольшом промежутке, температурном промежутке. То же самое с кислотно-щелочным балансом крови. Кислотно-щелочной баланс крови где-то нейтральное показание 7,34. Все, что ниже 7 по шкале кислотно-щелочной будет считаться кислотным. Все, что выше семьи, будет считаться щелочным. Когда человек рождается, он вот здесь, он весь щелочной. Когда человек умирает, он весь кислотный. Когда вы попадаете к врачу, не дай бог, человек попадает к доктору, вернее, в неотложку, в имя Женсиру. Доктор еще не знает, что с вами. Но он уже ставит вам внутривенно какую-то жидкость. Что это такое? Это физраствор, который повышает кислотно-щелочной баланс крови. Если кислотно-щелочной баланс крови падает от 7,34 на пару десяток вниз, то человек уже болен. Где-то 7 человек в коме, 6,8 наступает смертью. То есть всю нашу жизнь, весь наш организм старается поддерживать вот эту характеристику на нормальном, здоровом уровне. Как мы это делаем? Как это организм делает? За счет того, что мы кушаем, за счет того, что мы пьем, уровень стресса, химия, которая вокруг нас, загрязненность воздуха. Вот это все влияет на наше здоровье, на кислотно-щелочной баланс организма. Вот посмотрите, Рома взял капельки, и он покапал совершенно одинаковые капельки в прозрачные напитки. Они выглядели все одинаково. И кислотно-щелочной баланс напитков теперь очень хорошо видно. У нас тут все цвета разные. Все, что вы видите, желтое и оранжевое, оно все очень кислотное. Вот здесь. Все, что вы видите, зелененькое, это нейтральное. Все, что вы увидите, голубое и фиолетовое, это щелочное. То есть мы должны находиться на этой стороне. Здесь здоровье, сила и бомбость. Все, что мы будем пить вот с этими показателями, будет двигать нас в эту сторону. В сторону стресса, старения и болезни. Смарт-вода нейтральная. Кристалл-гейзер нейтральная, чуть-чуть кислотная. Мы так поставили, от плохой к худшей. Вода досания кислотная. Вода аквафена кислотная. Водка, видите, тоже оказалась не очень хорошей. Кислотная. Перье кислотная. Кока-кола, спрайт. Очень кислотная, видите, она оранжевая. Вода из-под крана всегда будет нейтральная. Потому что из всех вот этих представленных напитков, только вода из-под крана регулируется правительством. В нее сейчас добавляется очень много различной химии. То есть хлорка, чтобы убить бактерии. Очень много флюорайда добавляется, непонятно для чего. Добавляются щелочные минералы лэй, добавляются для того, чтобы держать ее чуть-чуть нейтральной и щелочной. Потому что если мы будем пропускать кислотную воду через трубы, они будут очень быстро разрушаться. Поэтому вода из-под крана всегда будет нейтральной. Ну и посмотрите, победителем нашего соревнования Кандин-вода 9,5. У нее прекрасный такой фиолетовый цвет. То есть это то, что нам обеспечит молодость и здоровье. А теперь посмотрите, как же этой водой можно пользоваться. Вот представьте себе, что каждый стаканчик – это человеческий организм. Вот мы начинаем пить эту воду, и организм восстанавливается. Посмотрите, если, в общем-то, еще все не так плохо, так можно очень быстро восстановиться. Даже водка, посмотрите. Видите? Кстати, когда, насчет водки, когда, если пить алкогольные напитки с Канген-водой, подождите, если пить алкогольные напитки с Канген-водой, то пьенеть практически не будете. Ну, иногда люди скажут, ну, зачем тогда пить? Вот. Но зато, если вы после выпивания выпьете Канген-воду перед сном, то похмелья практически не бывает. Это более полезно. Вот теперь посмотрите газированные напитки. Вот видите, она пытается, пытается посинеть, но ничего не получается. Видите, она опять возвращается в кислотное состояние. Слишком кислотное. Для того, чтобы нейтрализовать стаканчик перье, нужно выпить 15 стаканов вот такой сильно щелочной воды. Смотрите на соду. Она даже не поменяла цвет. Она даже не стала желтей. Сода вообще это страшный, страшный напиток. Для того, чтобы нейтрализовать стаканчик соды, нужно выпить 32 стакана Канген-воды. 32 стакана – это 2 галлона. 2 галлона воды. Скажите, пожалуйста, вы пьете воду? Сколько вы в день выпиваете воды? ...от того вовреждения, которое вот стаканчик... Так, всего стаканчик соды, который на вас оказал. Дальше, видите, вода из-под крана вообще получилась какого-то такого левого-розового цвета. Потому что очень много химии. А теперь наоборот. Некоторые говорят, да я не пью, а сода уже была разбавленная. Помните, сода-то была только полстакана. Даже вот наши Канген-вода, посмотрите, не выдерживали. Все. Любая жидкость щелочная очень быстро разрушается, когда пьешь вот такой кислотный напиток. А помните, я вам говорила, что причина гибели населения, так скажем, в Соединенных Штатах Америки, номер один, это раковые заболевания. Раковые заболевания, потом сердечно-сосудистые, потом диабет. На самом деле, более 80 лет назад, в 1931 году, вот этот ученый, Оте Ворбург, был огражден Нобелевской премией. Нобелевская премия, знаете, да что такое? Вот. Он 24 года изучал раковые заболевания. И он обнаружил, что все раковые клетки и ткани, они все кислоты. И если ощелачивать организм, то можно предотвратить и вылечить это заболевание. Это было 80 лет назад. Скажите, пожалуйста, у нас сейчас больше раков, чем 80 лет назад? Или меньше? Вот больше. Почему? Потому что даже если человек контролирует то, что он пьет и кушает, все равно существует экология, все равно существует стресс, все равно существует химия, все равно существуют вещи, которые мы не можем контролировать, к сожалению. И что делает наша вода, очень важно, она нейтрализует вот это вот вредное влияние того, чего мы не можем контролировать. То есть те яды, которые поступают в наш организм с воздухом, с какой-то химией, с едой, вредной. Но мы, к сожалению, знаете, очень мало людей, кто кушает сырые овощи и фрукты. Да, это очень полезно кушать сырые овощи и фрукты. Но у нас и привычки, и культура, ну не можем мы отказаться от еды. Ну никак мы от еды отказаться не можем. Поэтому если, и не всегда, в общем-то, удается есть еду, органик, там с огорода, там хорошо приготовленную, вот иногда ни времени, ни средств на это нет возможности. Поэтому если, например, будем, все-таки мы будем кушать то, к чему привыкли, мы будем пить эту воду, она будет нейтрализовывать вот это вот вредное воздействие. Значит, сейчас я вам покажу, вот видите, как раз очень интересный пример. Вот мы пьем вот эти вот напитки, сода, спортивные напитки, газированная вода, ну и человек, мягко говоря, желтый. становится кислотным. Когда мы пьем Канген воды, вы видели на примере, да, вот этих стаканчиков, то начинается, как бы вода балансирует организм. Что это для нас вообще значит? Когда мы балансируем организм, наш организм приходит в состояние гомеостасис. Гомеостасис это состояние баланса. В этом состоянии у нашего организма есть возможность к самозаживлению. Наш организм вообще очень прочная машина. И процесс самозаживления работает очень хорошо. Но не нужно мешать нашему организму. То, что мы вот не так кушаем, не то пьем, постоянно стресс, это все ослабляет нашу иммунную систему, то есть выбивает нас из этого баланса. Вспомните, когда вы были маленькие, сколько было разбитых коленок, царапин, да, постоянно где-то лазили, там, сегодня шишку поставили, завтра забыли. Все, знаете, заживает, как на собаке. Попробуйте сейчас разбить коленку. Шрам уже, во-первых, она будет заживать очень долго. Во-вторых, шрам уже никогда не исчезнет. Все наши шишки и коленки с детства нет у нас шрамов, правда? Так что, вот что может сделать для нас эта вода. Следующая характеристика, которую мы покажем, это то, что вода структурированная. Ну, я думаю, что из всех трех это самая известная группа, которая называется кластер. Эти кластеры могут быть 20, 30, 50 молекул, в зависимости от качества воды. Чем хуже вода, тем больше этот кластер, этот комок молекулярный. Если вот такую воду выпить, то этот комок молекулярный, он не проникнет в клетку. Одной из функций воды, эта вода должна прийти в клетку, принести туда гормоны, аминокислоты, витамины, минералы, кислород и забрать весь мусор. Если этот процесс будет эффективно происходить, то клетка будет жить долго и мы вместе с ней. В Канген-воде молекулы, вернее, эти кластеры состоят из 5-6 молекул. Очень маленькая молекула. За счет этого всасываемость воды уникальна. Через 60 секунд эта вода достигает мозга. Через 10 минут эта вода уже на поверхности тела. Тогда я спросила доктора, почему же я стала спать, что же такое со мной произошло. Мне доктор просто сказал, что у тебя была дехайдрейшн мозга, то есть у тебя до мозга не дошла вода, не доходила вода. То есть когда у нас мозг, когда нет обезвоживания мозга, то он правильно работает и выделяет гормон мелатонин, который способствует засыпанию. Все очень просто. Значит, Рома, что ты сейчас сделал, скажи мне? Я сюда на первую вопрос. Возь, пола воду из-под крана, камни, воду из-под крана, камни из-под крана. Через одну, окей. Значит, мы взяли обычный чай, такой, Ямамото грин-ти. В первый стаканчик налили воду из-под крана. Вот сейчас Рома будет заваривать чай. Не очень успешно, конечно, из холодной воды. Вот видите, в обычной воде не очень заваривается этот чай. Посмотрите в Канге. Да, тут видите совершенно другой эффект. Ну, может, вы думали, пакетик размок, так он сейчас у нас тут делает чай. Обратно мы для эксперимента ее поместили в воду из-под крана. Здесь тут вот он брыгается, никак что-то не заваривает. Ну, наверное, может быть, уже чай кончился из пакетика. Вот, как только, посмотрите, как только пакетик попадает в Канген в воду, цвет меняется, чай заваривается. Давай еще парочку посмотрим, опять, там кончился чай. Наверное, кончился уже чай. Совсем ничего нет. Нет, не кончился. Из одного пакетика, да, можно сделать такой low-budget типа. На самом деле, из этого пакетика можно заварить стаканчиков 10, наверное. А ты опять в эту? Видно там, да? Это опять вода из-под крана была. А вот это будет Канген вода. Смотрите, уже мы сколько? 5, 6, 7 стаканчиков заварили, и он постоянно заваривается. 10-12 стаканчиков чая можно сделать из одного пакетика, потому что за счет маленькой молекулы вода проникает в чайный пакетик, вытаскивает оттуда цвет, и запах, и все вещества. То есть, буквально за 10 секунд, ребята, у нас там в общем получился более-менее. Конечно, если подержать немножко подольше, хотя бы минуту, то это будет настоящий холодный зеленый чай. Когда готовить на этой ладе, я вам хочу сказать, что одно удовольствие. Во-первых, все красивее, вкуснее, быстрее. То есть, пища совершенно по-другому вообще и по вкусу, и по цвету, и по запаху. Пахнет совершенно вообще уникально. Вот посмотрите, какая разница. Видите? То есть, если вы обычный вот такой пример, если вы бросите мячик в ворота, он застрянет, правильно? А если вы бросите маленький мячик, например, тейлистный мячик, то он проскочивает. По такому принципу тоже работает процесс, который называется hydration. Значит, помните, я вам говорила, что машина делает семь различных видов воды. Вот сейчас у нас, во-первых, есть тут машинка живая. Вот здесь у нас она на картинке. Кому удобнее где смотреть. Сейчас я вам немножко расскажу, какие виды воды и делает эта машинка. Во-первых, машинка, видите, она маленькая. Ее можно прикрутить к любому крану. С ней можно путешествовать. Я в прошлом году ездила в четыре страны и везде брала с собой машинку. То есть, она подключается к любому крану во всем мире. Очень удобно. Вот. И машинка делает семь различных видов воды. Сейчас я вам покажу, какой. Вот здесь, когда мы начинаем вот эту кнопочку, машинка делает три вида канген-воды. Три вида щелочной воды для питья. Уровень восемь с половиной кислотно-щелочной баланс, девять и девять с половиной. Зачем нам нужно три уровня? Ну, если вы никогда не пили вот такую щелочную воду, то не нужно сразу начинать как у Рома с сильной воды. То есть, обязательно токсины есть у всех. Обязательно у вас пойдут токсины. Если вы начнете со слабенькой воды, то вы этот процесс не почувствуете. Он будет, все-таки все мы работаем, ездим в машинах. Этот процесс будет происходить практически незаметно. Вот. Через недельку можно перейти на девять и ноль. И, в принципе, при нашем условии, при наших условиях жизни и экологии, самая правильная вода, которую нужно пить, это девять с половиной. Нажатием кнопочки очень легко переключить кислотно-щелочной баланс. Машина говорит, она вам скажет, что мы воду наделаем. Вот. Дальше, если мы нажимаем вот эту зелененькую кнопочку, машина делает чистую воду. Чистая вода нам нужна в двух случаях. Если в доме новорожденной, поскольку детки, вы помните, все рожденные щелочные, то формулу деткам нужно делать на нейтральном воде. Или, если человек принимает тайм-релиз медикейшн, сейчас по-русски как это, лекарство пролонгированного действия. То есть, это не все лекарства, а те лекарства, которые придуманы работать с течением времени. Например, от давления, от щитовидки. То есть, вот эту таблеточку нужно запивать с чистой водой. Через полчаса уже можно пить канген воду. Если вы запьете эту таблеточку с канген водой, то она очень быстро встасется в организм. Как раз нам это не нужно. Она придумана работать по-другому. Но зато витамины, все пищевые добавки, то, что вы хотите, чтобы действовало быстро, например, там, таблетка от головы или там, вояго, то это нужно пить с 9,5. Дальше машина делает воду красоты. Когда мы нажимаем вот эту кнопочку желтенькую, из машины выходит вода красоты. Кислотно-щелочной баланс этой воды соответствует кислотно-щелочному балансу нашей кожи. Это очень важный момент для того, чтобы быть молодым, красивым, чтобы была здоровая кожа. Вот девушки, присутствующие, знают, нужно вот мы смываем косметику меньше, мы обязательно протираем тоник. Обязательно. Этот тоник стоит, в общем, немалых денег. 15, 20, 30, 40, 50 долларов в зависимости от бренда, который мы покупаем. Значит, из нашей машины такой тоник выходит в неограниченном количестве нажатием кнопки. Эту воду, воду красоты очень любят еще растения. То есть, если живые растения поливать этой водой, растут они необыкновенно. То есть, они быстро растут, очень сильные, красивые. Дальше, когда мы нажимаем вот эту самую нижнюю оранжевую кнопочку, машина делает два уникальных типа воды. Одна вода, два с половиной, очень сильно кислотная. В России называют мертвая вода. Эта вода убивает все бактерии моментально. Сальмонеллу, Николай, там, стрептококки, стафилококки. Вот, очень-очень мощная вода. В японских госпиталях именно этой водой дезинфицируют хирургические инструменты. Доктора перед операцией промывают руки не водой с мылом, а именно этой водой, чтобы не было никаких бактерий. Вот, эта вода прекрасна для кожных заболеваний. Псориаз, экзема, дерматит, ожоги, порезы, конъюнктивиты, там, горло заболело. То есть, все вот можно вот этой водой протирать, полоскать. Она абсолютно безвредная, ее можно выпить, ничего не случится. У нас было много случаев, когда люди с пищевыми отравлениями выпивали эту воду, и все моментально прекращалось. Вторая вода, которую машина делает при нажимании вот этой вот оранжевой кнопочки, это вода очень сильно щелочная. В России называют живая вода. Вот, это вода с очень сильно кислотным щелочным балансом, 11,5. У этой воды уникальные моющие свойства. Как раз вот это мы сейчас вам можем продемонстрировать. Вот, смотрите, у нас есть 4 стаканчика с помидорами. В 2 стаканчика мы нальем воду из-под крана. Это так, собственно, как мы моем все овощи и фрукты. Воду из-под крана. Вот. А вот в эти 2 стаканчика мы нальем воду 11,5. К сожалению, 2,5 тяжело показать, как бактерии гибнут. Вот. Сейчас пусть где-то пару минут постоит это дело. Для того, чтобы было понятно, как вода это работает, вот посмотрите внимательно. мы сейчас сделаем такой эксперимент. Вот это вот кунжутное масло. Вот. Оно темненькое. Это очень хорошее чистое масло. Так оно используется в китайской кухне, в корейской кухне. Вот. Мы взяли темное, просто для более такого драматического эффекта. Видите, вот немножечко налили. В один стаканчик мы наливаем воду из-под крана. Ну, собственно, ничего удивительного не произошло. Да, мы знаем, что вода с маслом не смешивается. Вот оно темное, видно, что это масло всплывло на поверхность. Сюда мы нальем 11,5. Посмотрите, что происходит с маслом. Эта вода растворила масло. Класс. Можно ее пить и худеть. Это очень важно, да. На самом деле, в общем, когда американцы делают презентацию, они все время говорят, эта вода не для питья. Вот, это действительно, эта вода не для питья. Ее пить как бы не нужно, но в небольших количествах она очень-очень даже полезна. То есть, мы, например, честно хочу сказать, когда мы, когда начинаются праздники, санксгивинг, там, сюда у нас там все дни рождения попадают, до Валентайна все там Новый Год, Крисмас такой, потом Новый Год, потом Крисмас такой и такой. В общем, гуляем, сильно гуляем, где-то месяца два, праздники идут. После каждого застолья я прихожу домой и полстаканчика, один с половиной обязательно выпиваю. вот это масло, жир, который съедаем. А как часто можно? Ну, знаете, я слышала, что люди, которые, знаете, постоянно, например, вечером кушают, ну, получается, у некоторых только вечером кушают. Знаете, вы каждый день будете пить полстаканчиком этой воды вечером, можно, можно. Но, я советую этой водой не увлекаться. Если вас интересует на интернете очень много рецептов, как этой водой лечиться. Мы, в принципе, не пропагандируем эту воду как лечение, потому что вода не лечит ничего. Вода просто балансирует ваш организм. Ваш организм сам начинает восстанавливаться и лечить себя. Вот. Значит, посмотрите теперь, что произошло с нашими помидорками. Вот эти два стаканчика были помыты обычной водой из-под крана. посмотрите, какая разница, да? Посмотрите, вот то, что было помыто 11,5, явно что-то там вода отмыла, да? Видите разницу, да, в цвете? Что же такое эта вода отмыла, что вода из-под крана не смогла отмыть? Поскольку она растворяет масло, Женя, сфотографируйте. Поскольку вода растворяет масло, то это подожди секундочку, сейчас уже посетим, то на фейсбук поставь. Эта вода смыла пестициды на масляной основе. Обычной водой обычной водой это не смоете. Вот мы сейчас поставили как раз это наш ланч обещанный. Шутка. Вот. Попробуйте помидорки. Вот эти передайте, пожалуйста, там дальше. Да. А это помидоры. Вот эти помидоры, а это ядовитенькие, помидоры. ядовит. Чем? Да ядовит. Чем? Один отец? Те, что первый помидор, вы там передавайте, пожалуйста, там дальше, да? Нет, попробуйте. Попробуйте. То есть, кто попробовал, скажите, есть разница между первым помидором помидором? Есть разница, да? Правильно? Она должна быть. Мы приготовим... Рома, ты понимаешь, мы же должны дать попробовать воду из помидоров. Шар, Рома, вы, а то мы еще даем пробовать воду из помидоров. Правда, ее никто не пробует. Сторожно попробовать. Это хорошая? Да, конечно. Променяйте. Это хорошая? Да. Это вода девятка. А это еще гораздо лучше. Да, мы подаем сегодня воду 9,0. полезная надежда. Есть слишком слабенькая, есть слишком серьезная в такой зрении. Еще раз напомню, еще раз напомню, как работает наш организм. Я вам хочу показать несколько слайдов, которые нам любезно предоставил доктор Хилл Мишин. Это слайды с темно-собейей. Пока мы не поедем. На вкус определите. Ну, посмотрите, это тишечник до канген воды и после. Вот посмотрите, женщина 45 лет, рак груди. Посмотрите, у него такой забитый кишечник. Через 3-6 месяцев после того, как эта женщина начала пить канген воду, вот у нее вот такой кишечник. Совершенно... Вы знаете, что по состоянию кишечника определяется состояние здоровья человека. Вот это вот мужчина 52 года, рак груди. Посмотрите, там в общем-то это не трубы, это не трубы там в ресторане или где-то там. Это вот человеческий кишечник. 3 месяца спустя, посмотрите, чистенький, абсолютно кишечник. Это только после воды? Да. Это после воды? Не было ни химотерапии? Нет, была диета. Диета и вода, потому что доктор этот фиромишене, он рекомендует еще диету. То есть эта диета... У меня вопрос, не было ли какой-то еще химотерапии? Нет. Химотерапия только могла больше сделать. Радиейшн и химотерапия не очищает кишечник. Я имею в виду, что потом после химотерапии и радиейшн потом все восстанавливается. Серьезно? Нет. Дело в том, что доктор Шиня он не пользуется таким образом. Он делает операцию. Он удаляет опухоли. Дело в том, что это только билет и вода. Да. И диета. Вот он, да. А вот посмотрите, очень интересные кадры. Это анализ крови. 10 минут разницы. До ионизированной воды и грузки. Вот видите, совершенно разные, совершенно разные картины. секундочку, мы уже скоро будем кушать, сейчас я дам сигнал, чтобы уже потихонечку началось. Значит, еще хочу рассказать, что на самом деле, поскольку технология не новая, очень много существуют литературы на эту тему. Вот книги, вот очень много книг, очень известных докторов. Холистик докторов, гомеопатов, обычных докторов. Доктор Шиня, между прочим, МДИ, он не холистик, он традиционный, присоединит традиционной медицине. Вот. И в них написано, что удаление кислотных шлаков более эффективно, чем диеты и физические упражнения. Вы не больны, Вы хотите пить, не лечите жажду лекарствами. То есть, в принципе, люди страдают от обезвоживания. Это очень серьезный момент. Причины всех болезней одни и те же, слишком много кислотности. Ну, наверное, Вы сейчас будете спрашивать, сколько же стоит такая технология, такая уникальность технологии, что за цены, как можно приобрести это оборудование. Значит, технология, значит, стоимость машинок от 2380 долларов плюс такс до 4000 долларов плюс такс. На самом деле, приобрести ее не так сложно. У компании есть пеймент планы, несколько пеймент планов. Вот. То есть, у нас есть промоушены. Это, как бы, вы поговорите с тем человеком, кто вас пригласил. Но, я хочу небольшую математику, мы тут подготовились и посчитали стоимость воды за 15 лет. Значит, если, например, семья из трех человек, приобретая вот такой аппарат, возьмем самый мощный, самый дорогой, 4000 долларов, за 15 лет со всеми заменами фильтрами, там, все, что нужно, как бы, там, машинки, там, чистки, там, туда-сюда. За 15 лет, включая стоимость машины, вы потратите 7000 долларов. За 15 лет. Если вы это разделите на количество дней, то получится чуть больше долларов в день. Кто тратит доллар в день на воду? Доллар в день, это, это очень мало. Как правило, если люди покупают воду в бутылках, то это может быть больше, чем доллар. Если вы тратите меньше доллара в день, значит, вы или пьете совсем дешевую воду, или очень мало пьете. Но, на самом деле, это очень мало. Мы, когда с Ромой стали считать, мы пили тоже немного, мы где-то, может, выпивали, там, 4-5 стаканов воды в день. У нас получилось где-то порядка 6-7 долларов в день. Мы тратили на вот бутылочную воду, там, как-то, что-то думали об этом, фильтры у нас стояли. То есть, если мы посчитаем стоимость воды за 15 лет, то мы получим от 30 до 50 тысяч долларов. Вы потратите, хотите вы этого или нет. Потому что эти деньги будут уходить каждый день по чуть-чуть, и вы их, в принципе, замечать не будете. При этом еще разница. Это неограниченное количество воды для питья, мытья фруктов, приготовление пищи, уборки, дезинфекции. То есть, представьте, сколько функций у этого аппарата. И при этом вы не будете покупать никогда пластиковые бутылки. Вы еще будете спасать нашу планету. Если вы будете покупать опять воду, во-первых, вам придется покупать эту воду до конца дней. То есть, вы постоянно будете тратить на эту воду. При этом, вам нужно будет покупать средства для мытья овощей, полоскатели, тоники, дезинфекция. И при этом, вы будете засорять планету пластиком. Вот, пожалуйста, такая разница. Кроме этого, о, извини, пожалуйста, у Ромы там еще один секретный фокус там он приготовил. Извини, пожалуйста, я увлеклась. Так, вот что мы сейчас еще покажем. Значит, Рома будет делать последний эксперимент с водой из-под крана. Это тест на хлоризм. Вот посмотрите. Значит, если вода пожелтеет, значит, в этой воде есть хлорка. Чем желтее вода, тем больше хлорки. Вот посмотрите. Вот в этой воде в ресторане очень много хлорки. Видите, вода даже не желтая, вода даже, вода оранжевая. Многие говорят, ну, знаете, я вот, подожди, подожди, Рома, сейчас скажу, хоть что-то делаешь. Многие говорят, ну, вот я пью воду, заказываю в коже, возникает сразу вопрос, как вы готовились? А как вы моете? А готовлю я на воде из-под крана, а моюсь я в обычном душе. Вот посмотрите, если вы купили, например, какое-нибудь органическое яблочко или картошечку, или морковочку, и помыли в воде из-под крана. Вот посмотрите, у нас тут яблочко обычное. В воде из-под крана помыли. Ну, сколько там? Ну, несколько секунд, да? Наверное, еще минуты не прошло. Яблочко, морковочку, там, картошечку, лучок, неважно. Когда у нас есть время, мы делаем и яблоко, и картошку, и вот Валя делает вообще весь холодильник. Посмотрите, вода была желтая, и она посветлела. Теперь Рома опять капнул туда капли на хлор, и вода не изменилась. То есть, это означает, что хлорки там нет. Куда девалась хлорка? Вопрос. В яблочко, правильно, яблочко впитало хлорку со страшной силой. Вот. Ну, если у вас какие-то сомнения с яблочками, то, сейчас Рома покажет смертельный номер. Вот, посмотрите, он взял вот эту воду, и это самое, опять, опять капнул капельки. Вот. А это точно такая же вода, без капель. Вот вы зубы полощите, наверное, да, каждый день, и душ принимаете. Вот он пополоскал рот, капнул туда каплю, хлорки нету. Где хлорка? В роме. В роме. В роме. Надо было мне сделать это. Не надо пить водку после этого. То есть, представляете, когда человек принимает душ, где-то 2-3 стакана вот такой воды, полной химии, хлорки, там, флюорайда, впитываются в человеческий организм. Поэтому компания еще выпустила душевые установки, из которых вода выходит, как из карловых варок. Там минеральная вода, очень хорошая. Еще, я буквально сейчас нам уже подадут ланч. Пока сейчас девочки будут накрывать на стул. Подавайте. Вот. Я вам расскажу, как можно эту аппаратуру получить бесплатно. Кто заинтересован получить бесплатно эту аппаратуру? Только я, что ли? Да, все, конечно. Конечно. Вот. Компания, на самом деле, наша компания находится в очень интересной позиции на мировом рынке. Когда-нибудь слышали такое слово тренд? Да? Это, по-русски, это тенденция. Помните, где-то в 70-х начали продавать макровейки, да? Сначала никто не понимал, что это такое. А потом в каждой семье было макровейки, да? Дальше селфоны. Помните, первые селфоны были в размере чемодана, там, с лодочкой. Да. И все думали, и думали, господи, как это, кому это вообще нафиг нужно? Дорого, неудобно вообще. И никто не верил в это. Теперь у нас у каждого человека есть селфон. То же самое с компьютерами. Когда я училась в институте, компьютер занимал комнату эту. Чтобы никто не верил, что компьютеры потом будут такие маленькие, у каждого человека будет это дома стоять. Но те люди, которые это тогда поняли, и которые вступили в этот бизнес, они заработали очень-очень много денег. Значит, что такое тренд? Тренд это вот как раз вот такое направление в экономике, которое захватывает весь мир. Наша компания тоже принадлежит к тренду, но в тренд нужно как бы вовремя войти. Первые полпроцента развития тренда это самые тяжелые. Нужно людям объяснить, что этот селфон будет нужен каждому, что компьютер будет стоять у каждого человека, что эта вода должна стоять у каждого человека в кухне, потому что она будет регулировать здоровье. Так что эти вот полпроцента самые тяжелые. Следующие полтора процента это там, где зарабатываются самые большие деньги. Вот те люди, которые попали сюда или сюда, вот те люди заработают самые большие деньги на развитие тренда. Дальше следующие 98 процентов в принципе это уже будет повсеместно, на мировом уровне, то есть в этот момент заработают все, но те, кто был здесь и здесь, к этому моменту уже все будут миллионеры. Так что вот это вот схема развития любого тренда. Просто напомню, помните, в 76 году были макроволновые печи, компьютеры, мобильные телефоны, компактные диски, лаптопы, DVD. Вот это мировые тренды, которые прошли у нас на глазах. Развитие интернета тоже. Кто вступил вовремя, кто вступил вовремя вот в этот вот или вот в этот момент, те, на самом деле, как мы говорим о шоколаде. Значит, напомню несколько позиций этого бизнеса. То есть это основа, заложенная 40 лет на японском рынке. То есть это бизнес не только для медицинских работников, но и для коммерсантов. международный рынок существует, компания работает в более 30 странах. Мира это только там, где есть представительство. Эту аппаратуру можно приобрести в любой точке мира. Ни Россия, ни Украина, ни Армения, ни Израиль еще не открыты. То есть потрясающие просто там еще, знаете, очень-очень большие перспективы. в Америке эта аппаратура есть одна на 20 тысяч человек. Если в Японии одна машина на 5 человек, на 5 семей, то в Америке одна на 20 тысяч семей. То есть в принципе здесь еще у нас тоже неоткрытый практически рынок. Значит, это компания прямых продаж. Не путайте с мульти-левел маркетингом. Мульти-левел маркетинг это совсем другое. Разница есть, но в принципе идеи очень похожие. Я ничего не имею против мульти-левел маркетинга. Я как раз очень люблю мульти-левел маркетинг. Но в мульти-левел маркетинг есть одна как бы там есть несколько отличий таких достаточно серьезных. Например, тот, кто раньше начал, тот зарабатывает больше всего. Здесь нет. Каждый человек, который начинает в любое время, весь бизнес начинается с него. Вот, пожалуйста, яркий пример Женя. Например, Женя начал, мы с ним как бы в одной команде, он начал приблизительно где-то через год после того, как мы начали. Он уже догнал меня по позиции и зарабатывает в общем-то столько же. То есть, не то, чтобы я, потому что начала раньше, я всегда буду зарабатывать больше. немного по-другому. Кто понимает, вот как раз схема продаж строится совершенно по другой структуре. Если в MLM это пирамида, то здесь у нас вот такая вот, ой, то здесь это вот по такой схеме. То есть, продажи идут вширь и вниз. Я не буду вдаваться в подробности. Если у вас какие-то будут вопросы, вы потом как-то специфически спросите. Но, в принципе, подробности про маркетинг-план это вы спросите у того человека, который пригласил. Еще раз различие между MLM и нашей компанией. Все идет через компанию. Нету, для того, чтобы держаться в бизнесе, вам не нужно ежегодно обновлять свой мемыш. Все продажи накопительны. Существует международная поддержка. Шесть видов заработка. И платят они ежедневно. Продалась машина, чек компании выписывает и отправляет вам почтовые ящики. Оплата происходит по восьми поинтовой системе. Не по восьми уровням, а по восьми поинтам. Я очень быстро пробегусь сейчас по маркетинг-плану. Только для того, чтобы вам дать идею, что вы эту машину можете, как вы эту машину можете получить бесплатно. Ну и заработать, в принципе, если хотите, с X7-figuring. Если вы купили машину, вы уже автоматически становитесь дистрибьютором. Что это значит? Это значит, вы можете дать рекомендацию в компанию и сказать ей, что у меня есть сосед, который хочет точно такую же машину. Оформляете документы на покупку и компания вам благодарность присылает чек. В зависимости от того, сколько вы продаете, компания вам присылает от 285 до 1710 долларов за продажу. Это идет по такой схеме. Первая продажа, вы получаете 285 долларов. Со второй продажи то же самое, получаете 285 долларов. Компании требования, что для того, чтобы вы росли по позициям, вам нужно сделать две прямые продажи и дать две рекомендации. То же самое. Ну вот. С третьей продажей у вас жизнь драматически изменяется, потому что вам компания посылает чек, который ровно в два раза больше предыдущих. То есть вместо 285 вы получаете 570 долларов. Дальше смотрите, что происходит. Если ваш сосед вдруг, который купил у вас машину по вашей рекомендации, начинает еще рекомендовать своих соседей или родственников или друзей или вообще решил серьезно заняться бизнесом, то с каждой его продажи вы получаете то же самое 285 долларов. До пока не кончатся все вот эти 8 поинтов. Да, я забыла сказать, когда машина продается, компания выплачивает 8 поинтов. Это 8 кусочков комиссионных. Когда мы накапливаем продажи, например, когда накопилось 10 продаж у вас, не важно, вы это, там, или продаж, получаете комиссионные в 3 раза больше. 285 умножить на 3 получается 855 долларов. Если вот этот человек, например, решил серьезно заняться бизнесом, то он начинает точно так же, как вы. За первую продажу получает 285 долларов, за вторую 285, а за третью 570. Вы с его продаж получаете 855, 855 или 855. Это серьезные деньги. Дальше следующий уровень в компании это 20 продаж. Следующая позиция называется 4A, то есть это агент 4 поинтов. Комиссионный у вас в 4 раза больше. 285 умножить на 4 1140. То же самое, если этот человек сделал 3 рекомендации в компании, он получил 285, 285, 570. Вы с его продаж получаете 1140, 1140, 1140. Неплохой план согласитесь. Следующая позиция это 50 продаж, получаем 5 поинтов в комиссионном, 285 на 5425. И следующая позиция это самая высокая позиция в компании, которая называется СССИ, комиссионные 285 на 6, 1710. Вот в принципе с этой позиции начинаются уже большие деньги. Это первая позиция, которая уже начинает второй и третий уровень доходов иметь. То есть это не только комиссионные, там дальше уже идут бонусы, там уже дальше компания добавляет много денег. Так что приблизительно вот такой план. Конечно у этого плана есть детали, и сейчас я не буду на этом деле останавливаться, потому что нам уже подали закуски, сейчас уже принесут плов, и я на этом в принципе заканчиваю свою презентацию, и еще у нас осталось несколько минут, если какие-то у вас есть вопросы, то я с удовольствием отвечу на эти вопросы. Да, пожалуйста. Очень хорош вопрос. Вопрос был такой, что когда мы берем воду, наливаем из машины и берем ее на работу на целый день, как долго она сохраняет свои свойства? Значит, у машины три свойства. Первый окислительно-восстановительный потенциал, кислотно-щелочный баланс, и то, что вода структурирована. Вот это первое свойство, но самое хрупкое. Машина, как бы вода разряжается в течение 24 часов. То есть в принципе если вы с утра нальете, и до вечера она может быть сначала будет минус 600, а к вечеру может быть она будет окисляться. Остальные два свойства вода сохраняет более недели. А живая мертая вода? А живая мертая вода, вот это интересно, живая мертая вода, когда ее оставляешь, она только становится крепче. То есть если налить вот эту воду в темный какой-нибудь сосуд, то 11,5 станет крепче, и 2,5 тоже станет крепче. То есть эта вода не разряжается, наоборот. Вот посмотрите, тут у меня есть оказывается схема, как вернуть ваши инвестиции. Если вот это вы, и вы нашли трех человек, вы дали три рекомендации в компании, и каждый из этих человек дал три рекомендации в компании, то вы оплачиваете практически ваша машина бесплатно. То есть даже получаете денег больше, чем вы вложили в эту машину. В принципе вы получаете где-то 12. 12 рекомендаций в компанию, и вы с комиссионных выплатили свою машину. Не так много. Еще какие-то вопросы есть? Да, хорошая, кстати, хорошая идея. Скажите, у кого есть машина, кто дистрибьютор? Пару слов. Можно поделитесь своими впечатлениями. То, что, какие-то результаты у вас, или что-то такое. Давайте как-то, может, выходите сюда, или с места. Ромка, с места. Леночка, пожалуйста. А, что и Женя. Женя, у нас тут уже микрофоны. Да. Я, добрый день. Я один, можно сказать, тоже из первых, кто начал заниматься этим бизнесом с Нотарией. Это было в 2009 году, в декабре месяце. Под ней есть такая женщина Алла, она за мной долго ходила. Но, фанели, моя жена, моя жена кореянка, она делала тоже свой ресерч вплоть до Японии. Поэтому мы взяли эту машинку. Что произошло со мной и вообще с нашей семьей? Первое, я уволился с армией в 1984 году. Сапоги, грибок, ну, короче, ногти были желтые с 1984 по 2010 год. И вот, можно сказать, год назад я обнаружил, что они начали расти новые. То есть, получается, на ногах, на больших пальцах ногти выросли больше, чем наполовину. У меня даже фотографии есть. Я фотографирую по времени. То есть, то есть, организм начал работать и, то есть, выталкивался в эти болезни. Спина, вес, вес первый месяц. У меня, я потерял в декабре, это было с 1 декабря по январь 33 паунда. Но здесь нужно, кто хочет быстро потерять вес, так как есть. Это даже есть на ютубе. Доктора, как рекомендуют, на каждый паунд 1 унция воды. Это просто, как говорится, можно легко высчитать. Поэтому мы пользуемся этой водой уже 2,5, почти 3 года. И я вам скажу, это как страховка, которая стоит в вашем доме. я уже не говорю там качество, что она закипает в 2 раза быстрее, чем любая вода. Салаты и все это, в которые вы пищу готовите. То есть, я в детском садике, у меня дочки 4 годика поставил тоже. Там довольно-таки очень все довольны. Даже я объявление для ней дал, для детского садика, так она за месяц 17 детей подняла. Как раз в сентябре был, все ушли. То есть, вода сама говорит сама за себя. Мы живем в Калифорнии, поэтому солнце, воздух и вода. Солнце есть, воздух, хоть и не очень в городе, вот еще и вода. Так что, желаю всем здоровья, приобретения и кто хочет заниматься этим бизнесом. Разница, я вам сразу говорю в чем. Это, я вам коротко скажу, Корола, Кембри и Lexus. Я по-другим говорю так, например, 2600, в ней три плиты, три плиты больших, титаноплатимых. Она не разговаривает, она только подает сигнал. То есть, чем каждая машинка нашпигована, назовем так. Вторая, та, что 3300 плюс ТЭК, она разговаривает, но там пять плит, а та, что вот эта, вот Таповтзелайн, там семь плит, и во всех остальных три года бампер-то-бампер гарантия, в этой пять лет. Но жизнь у них, в принципе, у всех от 15 до 20 лет. Тут просто как вы хотите. Кто-то хочет машину четыре цилиндра, а кто-то хочет шесть цилиндров. Вода, в принципе, одна и та же, может быть, чуть-чуть меньше, по минусу. Но на сегодняшний день эту машину покупают даже в компании, если взять статистику, 96%, потому что все же хотят one of the best, особенно вот у нас в России покупают. Сейчас у нас ордер будет на Министерство обороны, они там 100 машин, но они сначала 21-ю партию. Поэтому Россия, например, Украина, и деле европейские страны, они вообще только один вид. Поэтому она даже стоит везде, где вы найдете номер ван такой цель. Все, я извиняюсь. Жене только надо остановить. Спасибо, Жень, спасибо. На здоровье. Здравствуйте, дорогие товарищи. В общем, в августе были два года, как у меня эта машина. Я уже расскажу про себя немножко. У меня с детства болен диабет и сахар нет. Инсульты у меня были, все такое. Вот. И стал пить эту воду. И, кстати, Наташа, говорили, кто-то, ва чедэка, который 35 лет не мог ходить в туалет, это не... Очень удивительно все замечательно совершилось. Мне очень нравится. У нас еще есть кошка, она никогда не пила воду, а сейчас лакают большими мисками. Удивительно. Инсуль, сколько, 45 лет на инсулине я уже снизу до 15 венече. А 4-40. Замечательно. Я на себя все это проверил. Спасибо. Сережа, ты хотела сказать? Можно с места? Да, конечно. Можно, да? Окей. Я была у тебя на презентации, меня все слышат, да? Все слышат? Я была на презентации, Наташа где-то первый раз здесь, где-то год назад, по-моему, да? У меня просто умерла мама в прошлом году, поэтому я никаких решений не приняла. Мне очень все понравилось, шикарно, но я не приняла никаких решений, потому что были причины. У меня голова плохо работала по поводу бизнеса, по поводу всего после ухода мамы. Но потом, благодаря Наташенька, тебе опять же познакомила в декабре, ты приглашаешь меня на паре в Новый год и мы знакомимся с Валечкой. И вот благодаря твоему, так сказать, приглашению я узнала черного человека и благодаря ней я купила компанию. То есть я купила машинку где-то месяц назад. Я уже имею три продажи. Я уже 2A, слава богу. Здравляем. Очень довольна. Во-первых, то, что мои изменения произошли в организме, это детали, которые персональные такие детальки. Это маленький цвет мой. А с дочкой по поводу дочки. Значит, у нее у дочки была очень сухая кожа и были такие небольшие на коже были такие она все время пользовалась специальным кремом. Значит, как только дочка начала пить, у нее начисалось, понимаете, у нее очень зима зима какая-то. типа вот что-то такое было. Когда она начала пить, слава богу, у нее потихонечку стало проходить, слава богу. Она сначала ей вода по вкусу, я ей сразу дала девятку, ей очень, мне сразу не понравилась по вкусу вода. Но потом она сравнила с аквапеной. Она сравнила с аквапеной. Когда я увидела саквапеной, и когда полнейший. Короче говоря, я приняла для себя решение. Я понимаю, что Бог нам дал одну жизнь, и мы вправе принимать одно решение, аминь, вправе принимать свои жизни. Самое главное решение это то, что касается нашего здоровья. Это самое главное решение для нас. Поэтому ни о чем у кто не имеет эти машинки, допустим, кто эту воду еще не пьет, это настолько важно, это настолько, ну это все, лично мне. У меня вот есть мой друг Гилберт, мы с ним в другом бизнесе, вот Гилберт, он на русском не говорит в стаке языки, он может на английском объяснить, но я за него могу сказать. Он пьет 4 года, я с ним недавно познакомилась по бизнесу, он 4 года пьет эту воду, он инсулин, он колол инсулин. Он как начал пить, после 3 месяцев он перестал колоть инсулин. Он перестал колоть после 3 месяцев инсулин. Окей? Гилберт. И если его начнет, я думаю, что ты теперь из Гудгот. Ну что, если ты на русском языке. И плюс у меня познакомилась с Жанной, он дружит с друг есть, который 40 лет, они одноклассники. И у этого друга есть жена Жанна, у которой был рак в груди, не дай бог ни какого сказано. И был тумор. И когда она начала пить эту воду, это было 4 года назад. Вот он начал петь, и эта Жанна начала петь. Его сестра, аминь, что такое вещь, что очень такая новость, у него в декабре ушла сестра из жизни, аминь, уберла, его родная сестра Гилберта. Она была настолько упрямая, она настолько была летающая в облаках, как много из нас, вот, она никому не верила, ничего не хотела слушать вообще. Она ушла из жизни, 57 лет, молодая, ушла из жизни, воду никогда не пила. Его жена, жена этого друга, она 4 года пьет. Тумор, когда она пришла на операцию, нужно было делать, тумор у нее не увеличился, даже немножко уменьшился. Она, наоборот, начала пить, в июле она пошла к доктору. Он говорит, что происходит, она в 5-7 месяцев пила эту воду. Что происходит с тумором? Говорит, у тебя немножко уменьшился, и можно не делать операцию. Она сказала, нет, я хочу эту операцию сделать. Вот я лично с ней говорила, лично меня он с ней познакомил. Я была в шоке, конечно. Она сделала операцию, она побоялась все это, чтобы не поставили, она вырезали и все. Окей? Но у нее сейчас рак, кикенса, то есть у нее все окей. Дальше не пошло, да. Да, это очень важно. Ничего не пошло, абсолютно. Спасибо, Ляд. Спасибо, пожалуйста. Очень много таких историй, когда люди принимают правильное решение не только пить эту воду, но и поменять все-таки образ жизни, там как-то лучший выбор еды, как-то там, ну, по крайней мере думать, думать, что мы кладем в наш организм. Какая-то счастье желающие. Евочка, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Ева. Я в общем-то я вошла в январе, нет, в феврале. Что я вам хочу сказать для тех, кто не купил машину, кто думает, кто, говорится, выслушал эту прекрасную презентацию Наташи, потому что она настолько доступна все рассказала. Я на такой презентации не была перед тем, как я покупала машину. Мое решение было принято довольно быстро, потому что мое здоровье, в общем-то, несмотря на мой внешний вид, было немножко очень сильно подорвано. Я пару лет назад потеряла мужа скоропостижно, который умер во время сна, и на фоне этого начались все мои проблемы со здоровьем. То есть у меня от сильного стресса было все. Депрессия, паник-атак, нарушен дежинщин-трак, вся функциональная система желудка, у меня были страшные боли в мышцах, в спине, то есть я постепенно себя восстанавливала сама, я была на миллион разных таблеток, давление вдруг резко, никогда ничего не было, осталось 170 и так далее. То есть в общем, нарушено у меня было на фоне большого стресса. И когда я себя восстанавливала, конечно, восстановление человека, человек должен понимать, что все у нас в жизни, и любые стрессы, и нервы, и все, что происходит, это, конечно, все от того, как мы реагируем на все. Мы должны в общем-то уметь удерживать себя как бы выводить из всяких ситуаций стресса. Но вода, вода, так как Наташа объяснила, является 70% в нашем организме, она действительно осуществляет просто миракл вещи. То есть почему? Потому что я на себе, когда только попробовала эту воду, и три недели я ее пила, я в общем-то просто заметила каждый день, я видела результаты. В первую очередь ко мне вернулся сон, что я уже не могла спать, и в общем-то немножко пеника, так я спала при свете. Вот. И то есть у меня появился страх ночи. Значит, все это начало уходить очень-очень быстро. Мои мышцы, моя спина и желудок, все начало очень быстро восстанавливаться. Я была просто сама удивлена, поэтому я не задумываясь, сразу купила машину, я практически не слушала ничего. Много, я сделала ресерч, я прочитала, я изучила, я посмотрела, что на маркетсе среди всех компенсоров, которые существуют, эта машина The Best. Я еще тогда не знала, что она имеет, Gold, Standard и все остальное. Я просто сравнила, изучила и поняла характеристики этой машины и почему японская машина лучше, чем корейская, чем остальные. все зависит от того, как говорится, от качества, что мы имеем в руках. Вот сейчас мы спрашивали вопросы по поводу меньше машин, дешевле или дороже. Конечно, каждый человек должен лежать сам, это его здоровье, оно в его руках. Но чем хороша эта машина, что здесь всем плат, которые окунаются в платиновую, тот имеет очень хороший, сильный слой защит, из-за чего электролиз происходит на очень высоком уровне и потратил отрицательный намного выше. То есть, если вы хотите улучшить, если у кого-то есть какие-то проблемы со здоровьем или, в общем-то, вы хотите быть здоровыми и на долгие годы, то вы должны понимать, что чем больше плат, чем они шире больше и более, как говорится, качественная вода выходит. То есть, естественно, что процесс выздоровления идет гораздо быстрее и это у вас будет надолго. Вы один раз вкладываете во что-то, не во что-то, в свое здоровье, но вы его вкладываете один раз и это будет надолго. Вы увидите результаты. В общем-то, конечно, это все в финансовом положении каждого, но я вам говорю мое мнение, что если вы хотите качества, то качества воды в машине больше. А что касается воды, вода прьется прекрасно, она очень мягкая, легкая и я никогда не пила воду, это была моя проблема. Мы тоже прошли две эмиграции, вечно в бегах, вечно на нервах, вечно на новой профессии и некогда было даже пить. Все были кофе, нервы там и так далее. Когда я сейчас стала пить эту воду, то я за пять месяцев, что я сейчас даже четыре с половиной месяца, я уже работаю дистрибьютором, я здоровье свое поправила, честно говоря, я боюсь не сглазить, я думаю, здесь никого нет, на сто процентов. То есть я не принимаю никаких таблеток, я пью поголовную день, потому что я хочу худеть, я в общем-то уже похудела, но первое было мне восстановить мое здоровье, я его восстановила, сошла со всех таблеток, у меня нет давления, у меня нет как говорится ничего, из спина, слава Богу, без всяких упражнений, без физических, потому что я купила прекрасную книгу, из этих книг, которые Наташа называла, есть еще очень много книг хороших наших врачей, которые я узнала только благодаря этой воде, есть книги по как лечить проблемы со спиной, с помощью воды, и если кого-то это заинтересует, Наташе потом посоветую, я купила эту книгу, но я в общем-то даже не дошла до этих упражнений, мне эта вода помогла и помогает каждый день, я чувствую и вижу, как мой организм наполнился водой, потому что пью я по галлону, с тем, чтобы быстрее поставить себя на ноги, и я себя поставила, поэтому сегодня, честно говоря, я вижу даже среди всех моих знакомых, кому я предлагаю рассказы, никому, как говорится, не заставляю, этот человек должен сам хотеть быть здоровым, сам должен для себя сделать это решение, мы должны просто делиться этой информацией, как можно больше людей, и и я вижу, как люди, которые начинают пить, как они действительно, знаете, тяжело поменять нашу веру во что-то, мы все русские люди очень, как-либо, верим, всю жизнь так жили, и очень считаем, что вот только мы правы и правильно делаем, а вот надо иногда дать шанс себе и поменять свою веру, веру в то, что надо пить, что вода приносит нам здоровье, что наш организм и все микробиологические процессы происходят только за счет воды и на воде внутри в нашем организме, и что мы должны пить воду и пить правильную воду, а правильная вода это в принципе та, которую действительно Наташа рассказала, потому что по всему миру и все люди вокруг стараются сегодня улучшить свое здоровье, поэтому я всем желаю, чтобы вы сделали сегодня правильный для себя вывод, все, что Наташа рассказывала, это действительно правда для всех во всем мире, кто ее пьет, и для нас, кто уже стал дистрибьютором, кто попробовал на себя, подумайте и сделайте для себя правильное решение. Спасибо.